и снова здравствуйте всем привет и так получилось вот таками как скайли из x как там называется x-factor или это ну вот такой персонаж вымотался конечно делать этот костюм и вот когда объединяешь понижаешь полигонаж видите все сливается так чё так симпотный был костюмчик вот эти воротники стараюсь выше поднимать чтобы при динамеш меньше склеивалась ну получается что там где склеивает потом получается плохой результат и низко полигонально сильно не получается делать потому что сейчас вам покажу результат вот это вот сделал 9000 полигонов если опускаюсь до двух 2 ты так 2353 тысячи полигонов то видите какой внешний вид вот этого пинжака все как-то обрубано но это можно в блендер конечно вершины полигоны ребра по подтянуть как-то отрегулировать ну результат в принципе ну низко полигональная сдалека прям ничего так а ну-ка давайте теперь лицо посмотрим ну вот такой персонаж получился сделал я ее под лицевую анимацию так вот так она выглядит сбоку вот так она выглядит без парика такая штука давайте сейчас я соберем в блендер и потом закинем в миг сама ставим автоматически вот эти кости рик подкорректируем его немножко мы посмотрим что она как будет выглядеть итак собирать я буду в версии 293.7 блендер так куб гелит н панель скрин каский что я буду нажимать чтобы вы видели единицы нам паде бит спереди ну и погнали скидывать сюда значит наши сапту вы так скайли папка волос первый пошел следом импорт общ китель так этот китель я не буду ставить давайте поставим другой импорт общ скайли 232 теперь файл импорт общ общ файл импорт общ значит что тут еще у нас есть юбка 2 и так китель китель так а что это за юбка 2 а вот не то написал так смотрим как это выглядит все в блендер ну в принципе неплохо так выглядит делаем значит этому делу shader smooth все сглаживаем потому что если сейчас все это дело закинуть в миксом а то получится все пиксельное будет это потом не исправить так ну вот такой персонаж так еще нужно ей потом ставить будет туфли так единицы нам паде все это дело выбираем move поднимаем все выше так и привязываем об с это ритм 3d курсору все это дело так потом после анимации ставлю сюда глаза и ставлю сюда зубы так сохраняем это дело все сейф ас на чипс кайли пишем в кайл ты удаляем камеру цвет миксом а это дело не надо импортировать мы погнали сохраняем экспорт fbx файл десктоп на рабочий стол экспорт сохранили и идем теперь значит в интернет открывается миксом а оплод нажимаем закидываем сюда этот файл файл фбк значит скайли фбк 2 немножко ждем и будем смотреть что получится так микс выставляем контрольные точки так здесь на руку здесь на локоть здесь на колени так вот колени наверно будут юбку сейчас тянуть надо будет тоже с этим делом поработать ну и ставим пах так прогон заканчивается уже все лучше на долговато next next ну сохраняем базовую титу на чиздом лод базовая модель и сейчас найдем какую-нибудь походку что ли так или ган давайте напишем ган значит это ган пистолет по моему да ну поприкалываемся немножко ова не то дело ну пускай будет вот эта анимашка стрельба с пистолета нужно будет еще пистолет там найти download сохраняем идем в блендер так что будем делать тогда вот эта модель нам не понадобится файл оптан скайл 2 дон сейф это значит делит файл импорт фабрик файл десктоп и сахар так дом вот найдем сначала базовый без анимации преобразуем значит рик аддоном миксама окей поставим внешний вид видимость костей спереди так вроде бы нормально так н панель фрик нам пока не понадобится теперь что заходим в edit mode стройка на нам паде и добавляем значки и косточки английская вот оттен alt и clear parent и чуть-чуть у меня значит подгоняет нужно облегчить костюм он девять тысяч полигону всего сейчас посмотреть надо так значит g подставляем кость сейчас я зайду в обжиг мод смотрим что тут не так скайли пока не трогаем вот костюм можно чуть уменьшить добавим модификатор децимейт принципе в принципе тут без разницы какая сетка будет если для анимации чуть-чуть уменьшили в принципе 20000 и все остальное 4000 с юбкой с волосом это все дело не так и много ну ладно давайте вернемся в этот мод сделаем сливки поднимем эту косточку повыше сделаем r g теперь вытаскиваем косточку зубов alt и clear parent и все по прошлым роликом так зубы поближе поставлю глаза потом подальше убеду вяжем нижние зубы опять же внизу control пи и пусы верхней вяжем к верхней кости control пики пушет и вот эти две косточки вяжем так вяжем голове control пи тип оффсет это дело есть теперь понадобится нам глаза отдельно вытаскиваем отдельно вытаскиваем другую кость alt и clear parent выводим ее вперед подставляем приблизительно где будет глаз чуть-чуть косточку с уменьшаем здесь глаза будут маленькие семерка на нампаде выводим это дело все на середину делаем shift d дублируем косточку еще одну вытаскиваем вперед shift d дублируем делаем центральную управляющую тройка на нампаде делаем ей с делаем ей выбираем кость глаза вяжем голове control пи тип оффсет так теперь вот эту косточку управляющую с управляющей вяжем control пи тип оффсет и управляющую косточку вяжем на голову control пи тип оффсет теперь две косточки вот эти через shift выбираем семерка на нампаде делаем shift d и нужно все это дело дублировать мира x global нормально все прокатило все сделано так на рот я не буду наверное пока выставлять кости это уже если захотите вставите мне главное чтобы рот закрыть и глаза подсоединить с челюстью чтобы комплект такой был полностью так еще нужно ноги перекрутить и вставить это туфли туфли я скачал уже туфли есть заходим теперь в обжиг мод выбираем нашу скайли выбираем кости и делаем control пи автоматик выйдет все привязалось и как раз вот у нас появились вот эти артефакты на одежде это тоже нужно будет потом подправить так тут бы еще косточки на значит на волос подставить чтобы он нормально тянулся давайте его отсоединю alt p clear parent все нормально все зашибись потом его привяжем так это origin 3d геометрия вернем его назад на нашу персонажу да и привяжем просто как бомб ну чтобы не тянуло выбираем волос выбираем кости заходим посмотрим убираем кость головы и делаем control пи бомб есть такое дело тройка на нам падим следом выходим нужно закинуть сюда зубы файл сразу сохраню так зубами и глазами нам поможет проект именно эко да давайте обс десктоп находим эко додел так что у него тут есть глаза у него тут есть так эти глаза не подходят так что там еще у него есть импорт так обс зубы да так вот зубы нам подойдут получается вставляем одни зубы и теперь вставляем импортируем сюда обс еще раз зубы для чего для того чтобы они потом не пересекались и нормально привязывались костям то бывает когда закинете с одного проекта одни и те же зубы и бывает это вот одни будут вязаться а другой не привяжется так теперь это мы значит все с уменьшаем и подводим так control z подводим туда где у нас косточки зубов так в принципе нормально и эту тоже с уменьшаем перегоняем и подставляем к нижней этой косточке так так делаем с тут челюсти будет поменьше если что уже во рту потом прибавим нормально так теперь по глазам так давайте привяжем сначала зубы выбираем зубы выбираем кости заходим посмотрим вот выбираем верхние кости ctrl пи бон сразу проверяем все привязалось все нормально файл так не файл object mode выбираем нижние опять же кости pause мод ctrl пи еще косточку на выбрать ctrl пи бон так тройка на нампаде пока оставляем все здесь на месте находим теперь зубы и сюда зубы глаза глаза находим подкидываем будет зашибись так это сейв так файл импортируем сюда глаз добавляем его в два глаза и будет зашибись десктоп сначала подгадаем именно глаз телу а потом уже поставим костям ну где то вот такой должен быть наверно так выгоняем подгоняем подставляем тройка на нампаде ищем где этот глаз далековато перетаскиваем вперед и и и и и и и и и так глаз нормально вставился делаем он теперь он там и нормально вставился теперь делаем модификатор мира ставим его на эту сторону применяем apply заходим в edit mode выбираем один глаз и 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 поля два глаза отдельных так тройка на нампаде и ведем эти глаза вот сюда центру теперь выбираем кости заходим в edit mode так тройка на нампаде выбираем глаза косточки глаз и желательно их вот к этому глазу подтянуть подтягиваем глазам семерка на нампаде проверяем чтобы косточки стали именно по центру так уменьшаем их одновременно или даже можно одну кость убрать делит бон одну косточку уменьшить с ставим ее на середину глаза чтобы верчение было ну кручение именно от середины не от задней части нет так нет боковое именно вот от середины делаем shift d дублируем мира x global и подставляем на соседний глаз точно так же как нормально теперь смотрим чтобы глаза были привязаны голове привязаны и на месте все нормально заходим в облик нот перевязываем наши глаза ну смысле перевязываем нашу скайли на кости control пить автоматик выйдет выбираем глаза и глаза подтягиваем раз вот они так у нас сбились к середине все нормально так теперь чуть-чуть на еще приподнять будет нормально выбираем первый глаз выбираем кости заходим пост мод выбираем кость первого глаза control пи бон нажимаем проверяем все работает control z не забываем назад все это дело после попыток проверок возвращать выбираем второй глаз выбираем кость и проделаем ту же самую операцию контролл пи бон нормально теперь выбираем первую кость и первый глаз делаем control shift c нажимаем и делаем трек ту заходим в настройку кости жмем по у по z по осям все нормально и второй глаз точно так же настраиваем control shift c трек ту y z все нормально стало заходим в обжиг мод в принципе чё зубы привязаны глаза привязаны так 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 сохраняют этот файл сейф тройка на нампаде выбираем кости заходим пост мод выбираем глаза и заводим их в нашу героиню так заводим так чтобы фильм ужасов не получился вот нормально и то же самое поступаем с зубами ну зубы тут уже отдельно значит выставляем зубы чуть-чуть приподнимаем их повыше сейчас на будет в обжиг модных еще подкорректировать большеваты они она может железо так перекусывать так перекручиваем делаем r делаем g и и уводим еще назад вот теперь есть дыр гуд это кто у нас тут выбираем два глаза и чуть-чуть их пониже опускаем ну вот и все что и хотелось бы и для начала сделать так надо теперь уменьшить полигонаж значит зубам так смотрим зубы что тут зубами делаем зубам с единица на нампаде смотрим где они тут находятся куда ушли подтягиваем чуть-чуть вперед поднимаем их вверх и чуть-чуть ближе к губам так это вот одни зубы и вторые тоже немножко в принципе не надо их уменьшать но давайте чуть-чуть уменьшим там же челюсти большие стройка на нампаде подводим выводим заводим ну вот и все так зубы есть наверное их нужно еще чуть-чуть больше растянуть так еще верхние где тут зубы и эти тоже чуть-чуть растянуть так зубные есть глаза есть что еще хотелось бы так а обуви еще поставить и зубам надо понизить полигонаж подкорректировать смотки давайте модифитопологи значит децимейт и зубам полигонаж прям поменьше файл apply нижним зубам тоже децимейт тоже apply всего 34 35 тысяч полигонов считай как глаза что у нас глазами что у них тут сетка в глаз небольшая понижать не надо вот зубы зубы бы наверное еще можно понизить так децимейт надо найти где-то низко полигонально из какой-нибудь модели выбрать хотя бы тысячи четыре полигонов у меня есть там забрать вариант взять модельки именно базовой ну вот уже 26 тысяч полигонов пойдет все вот это 6000 а персонаж сама вот это skyли вот она выходит 20000 полигонов у меня так выбираем смотки заходим скульпнут выбираем так нажимаем f английскую выбираем я мучку так тут можно еще симметрию поставить ну вот далее ему год так тройка на нам парень и теперь ставить обувь так сначала я модель сохраняю опять же так импортируем все туфлю десктоп туфля делаем и с уменьшаем я вот первый раз так делаю чтобы не под свой рик именно под миксом ски поставить эту туфлю сейчас еще наверно придется скульптом работать так чуть-чуть вперед еще вперед делаем еще раз с подгоняем как он здесь уже не подгоняем да да интересная задача так единица на нампаде тройка на нампаде ну вроде бы башмак небольшой так пока его установлю выбираю рик захожу в пост мод выбираю дальние вот эти кости делаю им джи выбираю управляющие жму джи вот так чтобы нога сильно не ломалась ну изгиб чтобы у ноги был лучше пусть на полусогнутых стоит да вот так пускай будет ну а теперь прописываем а и значит покадровку чтобы у нас это все сохранилось заходим в обжиг мод нужно теперь этот кроссовок подогнать значит чуть-чуть повыше чуть-чуть вперед смотрим что тут по пальцам ну а тут уже нужно какому-то тройка на нампаде делаем еще значит с так но это уже будет мало вот так попадаем значит на нашу ногу выбираем нашу героиню и заходим в культ мод выбираем симметрию x для чего чтобы сейчас могут эту тянуть и потом та нога тоже попала именно вот на эту на этот каблук так тут было как-то сплюшнуть что ли как у них носим так перегибаются так это значит здесь Чуть-чуть, значит, здесь приподнимаем пальцы, как бы она так ходила, да? Во. Вот так еще более-менее. Теперь. Так, Object Mode. Попробуем выбрать наш вот этот таблук и сделать его чуть-чуть сплюснуть. Во. Оттаскиваем назад. Поднимаем чуть-чуть повыше. Ну, в принципе, вроде бы как нога попала. Так, вроде бы как попала, но нужно еще перекрутить, значит, пятку. Во. Так. И чуть-чуть назад. Придется ногу деформировать. Заходим, выбираем опять персонажа, опять скульпт-мут. Так, тут попробуем шифтом. Пришлось убрать пятку, чуть-чуть прибрать ногу. Все ради красоты. Так, и вот здесь. Так, что тут? Здесь чуть-чуть натяжечку на пальцы. Так, ага. И все это дело погружаем в нашего ботинка. Так, здесь чуть-чуть еще пришпандолим. Так, так, так. Ну, и попробую, наверное, немножко все-таки ботинок подкорректировать. Скульпт-мут. Ну, да. Иначе там от персонажки останется не нога, а шиздец что. О, так, это сюда. Так, а получится чуть-чуть так натянуть. А ну-ка. О, вроде получается. Ну, в принципе, ничего, нормально. Немножко еще подправить пятку. Чтоб пустот не было. Вот сзади пустота. Немножко я сейчас заполню. Угу. 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 Костяшка. Пальцы сюда. Обжиг мод. Включаем нашего персонажа. Так, каблуки. Пусть они будут тоже у нее такие. В материал поставим черный. О, прям лакированный. И модификатором делаем мир на нашего персонажа. И аплай. Так, есть такое дело. Теперь надо же их привязать и посмотреть, как вообще ноти будут ходить. Теперь вот эти косточки перекручивать не получится, наверное. Так, выбираем обувь, выбираем кости. Ctrl-Shift-C. А, пардоньте. Не Ctrl-Shift-C, а выбираем обувь, выбираем кости и заходим на Ctrl-P. О, заработался. Antigroup. И теперь выбираем только обувь. Заходим, находим модификатор Data Transfer. Нажимаем на персонажа. Vertex Date. Vertex Group. И apply. Так, почему такая штука получилась? Потому что персонаж... Так, а ну-ка, если я их сейчас буду выводить, подкручивать и получится у меня их подставить, нет? Так. Так. Так, а если их попробовать отделить и просто привязать к костям, что получится? Давайте пробовать. Edit Mode. L. P. Selection. Object Mode. Значит, эту привязываем к ноге. Post Mode. Ctrl-P. Bon. Чтоб вторую не делать, сразу давайте проверим первую хотя бы, как работает. Так. Так, ага, тут еще что-то отлетело. Ctrl-Z. Угу. Так, ну, в принципе, она стоит. Ctrl-Z. Ctrl-Z. И попробуем. Ну, ну, еще раз попробуем выбрать два туфля. Ну, еще раз попробуем выбрать два туфля. На кости. На кости. Ctrl-P. Ctrl-P. With Empty Group. Так. Выбираем теперь одну обувь, делаем дата-трансфер на перса. Трансфер на вертексе. Трансфер на вертексе. Вместо того, вверху, делаем дата. Вместо того, вверху, делаем дата. вот разнесло значит будем надо менять обувь я сейчас обувь поменяю сделаю все по-другому и вот этот будет персонаж для скачивания в описании так вот все всем пока до свидания